На три дня, с 17 по 19 февраля, Кухлоярвийский дом творчества школьников вновь стал ареной для уже 13-х международных соревнований по брейк-дансу. В них приняли участие танцоры брейка от 5 до 30 лет, которые приехали в Кухлоярвы из России, Латвии, Республики Белоруссии и городов Эстонии. 900 километров на машинах добирались участники состязаний из Вологды. Они оставили себе время, чтобы посмотреть Эстонию. Танцоры из Палдиски, Таллина, Тарту, Нарвы, Кунда, Силамя и Валга приехали, выступили и в ту же субботу вернулись домой. Не впервые приехали в наши края юные латыши и белорусы. Танцоры из Кухлоярвы и Ихви выступали на домашней сцене. По отзывам участников, соревнования, как всегда, были организованы на высоком уровне. Тех, кто приехал, впервые ждал сюрприз. Их пришел приветствовать депутат эстонского парламента Валерий Корп. Член Риги Когу пришел с букетами цветов. Валерий Корп вручил и взрослым, который занимается в Кухлоярве с детьми-брейк-данцем. Ведь благодаря ним местных брейкеров знает во многих странах, где они неоднократно побеждали на соревнованиях различного уровня. Валерий Корп и директор ДТШ «Нарентик» пожелали участникам соревнований успешно выступить. Главное – найти себе в эстонском городе новых друзей среди ровесников. Валерий Корп вновь назвал проведение в Кухлоярве международных соревнований проявлением самой настоящей народной дипломатии. Брейк-данс появился у нас где-то около 20 лет назад. И открыли вообще этот брейк-данс дети-воспитанники детского дома. Где-то лет 20 назад примерно, да, это было такое массовое увлечение брейком. Дети танцевали в переменках, приходили сюда после уроков. Зал практически весь рукоплескал. Они такие делали сложные движения. И мы, те работники, которые до меня работали, Татьяна Левина, дай бог ей здоровья, они подумали, что раз у детей такое увлечение, давайте мы сделаем кружок у нас. И мы открыли здесь у нас, мы ввели единицу педагога по брейку. Это Горохова, она, кстати, основатель этого кружка здесь. И вот у нас началось это движение. Если раньше были это робкие шаги на уровне, так сказать, любительских, когда ребята хотели показать друг другу самые сложные движения, то чем дальше, тем уже ушло на профессиональный уровень. То есть наш учитель уже повышал свою компликацию, учился именно в этом направлении. Наши юниоры, это 12-16 лет, они чемпионы Прибалтики, самые лучшие юниоры у нас Прибалтики. И сейчас, когда пройдет отборочный тур завтра, это взрослые, да, ребята отбирают, и они уже поедут на международные соревнования в Латвию, в Ригу. Я хочу сказать, что в прошлом году состоялось такое мероприятие, совместный концерт вместе с брейкерами из Америки. Начавшийся в пятницу отборочный тур у детей завершался в субботу. В воскресенье начали соревноваться взрослые танцоры. В этот же день соревнования завершились. Серьезные международные соревнования делают честь небольшому дому творчества школьников и проходят они, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Однако взрослые организаторы спортивной жизни в городе могли бы подумать и о престиже кухлоярви и встретить участников соревнований флагами их государств, как это происходит в Ахминском спортхоле, когда встречают гимнастов и мастеров восточных единоборств из разных стран мира.